Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в воскресенье, 9 октября, за богослужением читается отрывок Евангелия от Луки, глава 5, стихи с 1 по 11. Послушаем это евангельское зачало на церковнославянском языке. Вовремя оно, стоявший Иисус при езере, генисарецте, и видя два корабля, стоящие при езере, рыбаре же, отшедшие от нею, измывах умрежи, влезшие в единот кораблю, и жебя Симонов, моли Его от земли, отступите мало, и сед у чаши из корабля народы, як уже преста глаголя, рече к Симону, поступи во глубину, и в верзе тем реже ваша в ловитву, и отвещав Симон, рече ему, наставниче, обночь всю труждашися, ничесожи яхом, по глаголу же твоему вергу мрежу, и сесотворше яша множество рыб много, протерзавшеся же мрежей, и помануша причастником, и жебеху во друзьям корабли, да пришедше помогут им, и приедоша, и исполниша оба корабля, як погружатися има, видев же Симон Петр, приподек коленома Иисусовома глаголя, изыди от меня, якому ж грешен есмь, Господи. Ужас, Бо, держаш Его, и вся сущая с ним, половитве рыб я же яша, також де же Иакова, и Иоанна, сына Зеведевого, я же беста общника Симонови, и речек Симону Иисус, не бойся, под сели будеши человеки ловя, и извлекши оба корабля на землю, оставши вся, вслед Его и душа. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных. Так же и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Знаменитое озеро Галилеи известно под тремя названиями – Галилейское море, Тивериадское море и Генесарецкое озеро. Когда мы в последний раз слышали проповедь Спасителя, он был в синагоге. Теперь же проповедуют на берегу озера. Правда, Господь снова будет проповедовать в синагоге, но приближается время, когда дверь в собрании иудеев будет для него закрыта, и церковью для Христа станет берег озера или дорога, а кафедрой – лодка. Он будет там, где люди будут его слушать. Одним из ярких образов сегодняшнего евангельского отрывка является образ апостола Петра, а точнее пока еще Симона. Именно к нему обращается Христос, повелевая отплыть на глубину и закинуть сети для лова, на что Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Святитель Феофан Затворник замечает, «Это образ всякого труда без помощи Божьей и труда с помощью Божьей. Пока человек трудится один и одними своими силами хочет чего-то достигнуть, все из рук валится. Когда приблизится к нему Господь, потечет добро за добром». И действительно, когда Господь предложил рыбакам забросить сети, каким бы усталым ни был Симон, он был готов попытать счастье еще раз. Несчастье многих людей заключается в том, что они опускают руки в тот момент, когда им нужно было сделать всего лишь одно усилие – обратиться за помощью к Богу. Симон Петр, став вновь свидетелем чуда Христа, обращается к нему со словами, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных». Святитель Николай Сербский так рассуждает о словах апостола Петра. Из чувства своей греховности и недостоинства он просит Господа выйти от него. Это чувство собственной греховности в присутствии Божьем есть драгоценный камень души. Господь ценит его больше, чем все формальные гимны восхищения и благодарности. Ибо если человек поет Богу многочисленные гимны восхищения и благодарности, но не ощущает своей греховности, нет ему в том никакой пользы. Сие ощущение греховности ведет к покаянию. Покаяние – ко Христу, а Христос – к воскресению. Ощущение своей греховности – есть начало пути спасения. Конечно, чудо, совершенное спасителем, особенно поразило Симона. Он понял, что Господь хочет дать ему какое-то особое поручение, и страх перед неизвестным будущим наполнил его душу. Но в ответ Господь успокоил апостола словами – «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Александр Павлович Лопухин пишет, «Это было символическое действие, которым Симону указывалось на тот успех, какой он будет иметь, когда начнет обращать своей проповедью ко Христу целые массы людей». Евангелисту, очевидно, предносилось здесь то великое событие, которое совершилось благодаря главным образом проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы, а именно – обращение ко Христу трех тысяч человек. В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, мы видим проявление действенной веры, как готовности делать то, что на первый взгляд кажется невозможным. И если мы хотим чудо Богообщения в нашей жизни, то должны поверить Иисусу Христу на слово, исполняя Его мудрые повеления и со вниманием принимая все Его наставления, оставленные нам в Святом Евангелии. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! 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 Продолжение следует...